Продолжение следует... 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 В сегодняшнем судебном процессе председательствующему судье был заявлен отвод в связи с тем, что еще на стадии предварительного судебного заседания он вышел за рамки процесса, начал исследовать обвинительные заключения, чего делать нельзя было. Кроме этого, один из защитников заявил о том, что его апелляционная жалоба, которая относится к данному отводу, еще не рассмотрена и нет оснований для того, чтобы этот судья сегодня был председательствующим в этом процессе. Но после того, как двое других судей ушли в совещательную комнату, они вышли из совещательной и указали, что якобы нет никаких оснований отводить судью председательствующего, и он продолжил вести процесс. Кроме этого, второй момент, значит, учитывая то, что наши подзащитные находятся в Ростове-на-Дону, кроме этого, многие из них проживают в Бахчисарае, Бахчисарайском районе, а адвокаты в Симферополе, в Ялте проживают. Была необходимость привлечь их близких родственников, то есть жен и матерей, для того, чтобы их пустили в дело в качестве дополнительных защитников, чтобы они могли помочь адвокату и сократить время процессуальное. Что и предусматривает Уголовно-процессуальный кодекс, статья 49, где вот прям четко написано, что по ходатайству подсудимого суд может принять решение о допуске в качестве защитника близкого родственника. Но, к сожалению, вместо этого суд начал разбираться, сколько детей у наших подзащитных и у матерей, так скажем, этих детей. Прокурор напомнил о 38-й статье Конституции, где сказано, что родители должны беспокоиться о своих детях, но, к сожалению, не сказал о статье о презумпции невиновности, которая также предусмотрена Конституцией, где, если нет приговора суда, вступив уже в законную силу, лица считаются невиновными, они не должны сидеть в СИЗО, об этом никто не упоминает. А вот как только вопрос заходит о помощи защитнику и защите, сразу это все пресекается и говорится о том, что если вдруг жена не будет исполнять свои обязанности родителя, то дети останутся, так скажем, без присмотра и у них будет нарушено воспитание. Ну, вот такие вот грубейшие нарушения, я считаю, что, скорее всего, их будет очень много в этом процессе, ну и мы, соответственно, будем об этом говорить публично, для того, чтобы общественность знала о таких нарушениях. Заявляли ходатайство о привлечении в дело в качестве общественного защитника его мамы, на что, как пояснил Азаматов, суд отказал, хотя количество защитников не ограничивается законом, и к общественным защитникам не требуется высшего образования, какого-то опыта. Также поддерживали те ходатайства, которые вносили другие обвиняемые, в том числе и в отводе председательствующего. Ну, как бы, на сегодняшний день очередь к высказыванию отношения к обвинению до Салиева-Сирана не дошла, и суд отложился на 19 ноября 2019 года. Надо было видеть глаза наших подзащитных, когда они увидели столь большую аудиторию, которая, несмотря на достаточно прохладную погоду, сложности в том, чтобы добраться в Ростов, прибыли. Действительно, это для ребят очень было важно. Они, наконец-то, за длительный срок смогли увидеть своих родственников, друзей. Я думаю, для них сегодня самым главным из сегодняшнего заседания было это. Безусловно, это радует нас. С другой стороны, мы видим, как проходят другие заседания, где, к сожалению, такой практики нет. И когда человека обвиняют в терроризме, впредь до родственников от человека, люди открещиваются. Слава Богу, в нашем народе такая практика не прижилась, и наш народ проявляет свою солидарность с теми, кого несправедливо сегодня преследуют и пытаются обвинить в тех преступлениях, которые они совершали. Во всех основных документах, как Российской Федерации, так и международного права закреплено, что суд, судебное разбирательство должно быть справедливым и беспристрастным. Но лично для меня сегодняшний судебный день начался с момента дискриминации. После того, как пригласили всех адвокатов пройти в зал заседания, я заходила последней. И лишь именно у меня пристав потребовал предоставить удостоверение адвоката, и подтвердив тем самым мой статус. И было очевидно, что его возмутил мой платок, и что мой платок и мой внешний вид именно тот признак, то качество, которое не позволило мне войти вслед за остальными адвокатами без предъявления удостоверения личности пройти в зал судебного заседания. Второй момент. Когда прокурор высказывал свое отношение относительно привлечения общественных защитников, он высказал о том, что это женщины, у которых много детей, и которые должны в силу Конституции заниматься воспитанием детей и все свои силы направлять на это. Безусловно, крымско-татарские женщины в том числе являются теми людьми, которые, воспитывая своих детей, воспитывают нацию. Но, тем не менее, никогда крымско-татарская женщина не оставалась в стороне от политики, и история показывает, что она всегда стояла на защите прав своего народа и своих соотечественников. Именно это и сегодня продемонстрировали наши женщины, которые готовы были выступить в качестве общественных защитников в деле своих мужей. Также сегодня, помимо того отвода, о котором говорили коллеги, отвод был заявлен моим подзащитным сервером Мустафаевым. Отвод был заявлен в силу того, что суд продемонстрировал явную предвзятость и явную заинтересованность в исходе дела, прерывая его речи, которую он подготовил как отношение на предъявленное обвинение. Данная речь будет доступна в текстовом варианте, и вы сможете ее прочесть на страницах интернета. Продолжение следует... Продолжение следует...